Чай бьет рекорды. Резкий рост цен отмечают казахстанцы как на продукты, так и на промышленные товары. Цены на чай с начала года выросли сразу на 10%. По статистике, инфляция в Казахстане самая высокая в Евразийском экономическом союзе. Почему это происходит, выясняла Людмила Батюшкина. Айсулу Ахметова, как и сотни других волонтеров Клуба Добряков, в разных регионах постоянно помогают нуждающимся и в первую очередь продуктовыми наборами. Обычно в них входит чай, макароны, крупы, сахар, мука, масло. Реже мясо, овощи, фрукты. В последние годы корзина заметно уменьшилась. Мы эту разницу ощущаем довольно конкретно. На примере. Например, два года назад на 10 тысяч тенге можно было приобрести гораздо больше продуктов, нежели сегодня. Это видно по объему, по пакету, который мы собираем для какой-то конкретной семьи. Хотя, по словам волонтеров, помогать люди меньше не стали. Наоборот, просто обходится эта помощь дороже. По данным сайта ЛС, цены на продукты в Казахстане выросли за год на 9,7%. На непродовольственные товары – более чем на 5%. Самый высокий рост стоимости показал чай. Казахстанцы – одни из самых больших любителей чая в мире. В год в среднем один житель страны потребляет почти полтора килограмма чая. Примерно шесть кружек в день. В целом, рынок чая Казахстана – это больше 24 миллионов килограммов в год. С начала года, по данным сайта «Энергий Пром Кейзет», цены на чай выросли на 10%. И настолько же упало его производство. Дороже всего чай в Алматы, Караганде и Костанае. Отечественные фабрики по расфасовке покрывают чуть больше четверти потребности рынка. На рынке у нас 70% спроса удовлетворяется импортерами, то есть заграничными поставщиками, основными из которых являются Кения, Индия, Россия. Соответственно, курсовая разница очень сильно влияет на ценообразование на отечественном рынке. Также и изменение цены у экспортеров. Еще одна причина, по словам экономистов, вступления Казахстана в ЕС. С 2014 года таможенные пошлины на экспорт выросли с 5 до 18%. Это сразу же повлекло рост цен. У нас отсутствует национальное производство. Только национальное производство, только активное участие в международном разделении труда является основанием для того, чтобы снижать вот этот инфляционный напор, который идет со всего мира. В связи с тем, что тенге привязан к доллару, мы, естественно, когда на тенге покупаем доллар и закупаем импорт за рубежом, мы вместе с этим закупаем мировую инфляцию. В мире идет инфляция, эта инфляция завтра же и оказывается у нас. Эксперты не берутся делать прогнозы, так как не знают, как будет вести себя доллар. Цены, по их словам, будут зависеть и от санкций к России, и от приближения парламентских выборов в Казахстане, и в целом от политики Казахстана. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Равиль Валеев, 5 канал.